Вы брат Фэн Мо Фэн? Как здоровье наставника. Он чувствует себя хорошо. Наставник очень добр. Даже, встретив жестокую смерть, не смогу отплатить за его доброту. Раз наставник сказал, что больше не винит меня, значит, мне не нужно исправлять мои ошибки. Услышав эти слова, я могу умереть спокойно. Твой наставник тебя выгнал. Почему ты все еще предан ему? Фэн Мо Фэн, послушай. Сегодня я должна убить этих троих. Просто останься в стороне. Даже не пытайся вмешиваться. В жизни у меня есть одно желание. Ценой моей жалкой жизни отплатить наставнику. Сегодня я хочу умереть за репутацию Острова Цветущих Персиков. Это мое заветное желание. Лимо Чоу, слушай внимательно. Я не дам тебе навредить моей соученице и ее друзьям. Каким образом? Скажу честно, даже если вы нападете вчетвером, я не испугаюсь. Ученики Хуана Яши все никчемные. Лимо Чоу, не смей оскорблять моего наставника. И Casey, ты и excellен, что он спасет. И дам... И дам... И дам... И дам... И дам... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хахахаха! Ты… бессовестная женщина. Если продолжишь сражаться, покажешь свою сущность. Ли Мо Чоу! советую тебе не драться больше если продолжишь твоя одежда сгорит скажи мне правду если ты будешь полагаться только на свои навыки ты меня победишь если ученики отступника хуана будут действовать по правилам и сразятся со мной один на один могут ли они победить если ты не потеряешь свое оружие когда-нибудь ты сможешь меня победить хорошо вы ответили мне честно тогда я напишу что люди острова цветущих персиков могут победить когда их много разве я не права кто бы не оскорбил моего наставника я с ним разберусь если бы четверо моих соучеников оказались здесь любой мог бы победить тебя я даже не говорю о брате тю или братья течения моя соученица мэй чао фэн женщина как и ты с ней ты тоже не справилась бы все эти люди уже мертвы что о них говорить если у отступника хуана такие боевые умения я хотела бы испытать его дочь госпожу го но теперь в этом нет необходимости постойка янго что ты задумал ты сказала что мастер острова цветущих персиков тебе не соперник разве ты не слышала о технике нефритовой флейты она может противодействовать твоей метелки подожди хотя твои движения стремительны наставник парирует их горизонтальным ударом и не оставит на тебе живого места не имея возможности нанести ответный удар тебе останется опустить метелку избежать а еще от твоей ядовитой руке он сначала заставит тебя показать ладони потом он поразит их своим щелчком пальцами твои руки перестанут действовать к тому же он очень быстро отрежет твои ноги тогда ты никого не сможешь ими отравить мастер острова цветущих персиков хотел наказать тебя за наглость но он великий наставник как он может сражаться с кем-то вроде тебя он научил меня своим боевым искусством он хотел чтобы я разобрался с тобой за него но не знал как ты с моей наставницей старые друзья по школе я могу называть тебя старшей наставницей я рассказал тебе о боевых искусствах острова цветущих персиков чтобы ты узнала насколько они превосходны если в будущем ты повстречаешься с его учениками беги как можно дальше мастер острова цветущих персиков очень умен до смерти меня напугала монгольская армия на юге простой народ испытает страдания монголы хорошо стреляют из лука сунская армия не сможет им противостоять на этот раз поражение будет быстрым герой ян ты молод почему бы тебе не вступить в армию не могу я пойду на север искать мою тетушку кроме того у монголов большая армия что я могу сделать в одиночку один человек слаб много людей сильны если все будут как ты кто остановит захватчиков почтенный фэн вы правы но монгольская армия жестока династию сум не назовешь хорошей мне не стоит помогать им ты решительно настроен не буду тебя принуждать брат фэн что ты собираешься делать это хорошая возможность попасть в их лагерь собрать информацию об их армии и попытаться узнать их план сестра когда встретишь наставника передай ему мои слова я никогда не забуду доброты наставника даже если мне придется умереть я убью нескольких вражеских генералов соученица я рад что повстречался с новой ученицы нашего наставника береги себя братьян барышни берегите себя берегите себя шагу почтенный фэн очень странный человек он не молод но все еще очень самодовольный сестра почему все ученики наставника либо глупые либо сумасшедшие конечно кроме тебя брат фэн преданный человек не забыл доброту наставника ты сказала что он сумасшедший а он возможно думает что мы бессердечны к тому же разве я тоже не глупая и сумасшедшая а почему ты отдал ли мучоу свою новую одежду я сделал это в запале прости меня теперь у тебя осталось только старая одежда моя тетушка сшила ее для меня я не мог ее выбросить в этом вся разница забудь не будем об этом я должен придумать как замять этот неприятный случай приветствую соученицу чень не говори глупостей я не твоя соученица наставник фуан принял меня в ученики естественно ты моя соученица твоя тетя гомо я соученица если говорить об иерархии как ты меня назовешь тогда я буду звать тебя тетей нет у тебя уже есть тетя мне это не нужно если нет других дел я пойду есть есть дело я позабыл об одном важном деле сегодня когда ли мучоу увидела что брат фэн может противостоять ей она сразу же сбежала если мы встретимся с ней одни нам будет грозить опасность так что тебе нужно научиться двум техникам хуана я уши почему бы нам не потренироваться вместе хорошо хорошо идем су ученица отличные навыки сестра это было здорово продолжай бить его ты так думаешь брат ян просто поддавался да тогда продолжайте игру не хочешь сыграть жениха и невесту думаю жена должна участвовать нет я подозреваю что он хочет играть в эту игру с тобой что за ерунда продолжайте развлекаться я пойду к шагу подожди лекарство уже готово подожди меня давай выпили карту шагу лекарство готова не хочу пить лекарство не хочу не хочу она горькая шагу давай будь паинькой не хочу пить лекарство шагу это же очень просто разве нет давай один глоток давай брат ян призрак шагу посмотри что ты делаешь шагу не бойся это не призрак все-то дурень он призрак брата я на я боюсь призраков шагу 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 кто меня убил призрак призрак меня жестоко убили я хочу отомстить я не виновата призрак призрак ты веришь что я могу забрать тебя в ад не забирай меня не бойся я брат ян меня жестоко убили я знаю что тебя жестоко убили когда ты умер вороны клевали твою плоть дурень говори кто меня убил дурень брат ян не пугай ее не надо молчи говори кто убил брата яна ты сам себя убил ты напал на тетю на тетиной одежде был яд я тут не причем кто твоя тетя как ее зовут найди тетю и схвати их где сейчас тетя когда наставник и я покинули остров она и мужчина остались как она обращалась к наставнику папа а тот мужчина не годзин нет не годзин она звала его брат дзин брат дзин брат дзин брат ян дурень брат ян дурень шагу не в своем уме она больна ты не должен верить всему что она говорит почему почему это годзин и хуан джун ты знаешь что каждый раз увидев меня хуан джун улыбалась мне ты знаешь сколько фальши было в ее улыбке и этот годзин все называют его героем паршивый с него герой я так долго жил вместе с убийцами так долго я хочу отомстить я должен их убить брат ян и дурень 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 присмотри за шагом я пойду за ним сестра приведи его обратно хуан джун я знал что никогда тебе не нравился твое хорошее отношение ко мне сплошное притворство только и всего но дядя гу вы лучший в боевых искусствах и очень искренний человек но почему вы солгали мне почему вы вместе с ней обманывали меня почему тетушка тетушка где же ты нам так Проснулся? Почему я здесь? Брат Ян, вчера ночью я пошла за тобой и принесла тебя сюда из леса. Опять я тебя затруднил. Ничего. Брат Ян, я искала тебя, чтобы кое-что тебе сказать. Говори же. Брат Ян, конечно же, ты должен отомстить за отца. Шагу глупая, она не умеет врать, но у нее в голове все перепуталось. Она могла неправильно понять. Я не прошу тебя отказаться от мести, но прежде чем начать действовать, подумай хорошенько над моими словами. А если ты отомстишь не тому человеку, что тогда? Я только прошу тебя, прежде чем начнешь действовать, хорошенько все обдумай, чтобы потом у тебя не было сожалений. Ты произнесла золотые слова. Не беспокойся, я обязательно их запомню. Брат Ян, береги себя. Твой враг силен. Будь очень осторожен. Месть – дело серьезное. Подожди лет десять. Ты не должен спешить. Если подождать десять лет, твои навыки за это время улучшатся. А человек, которому хочешь отомстить, постареет. Не сможешь отомстить в этом году. Через десять-двадцать лет обязательно сможешь. Будь уверен, что ты обязательно победишь. Только не навреди невинному человеку. Избегай ошибок. Не руби с плеча. Ты очень добра ко мне. Спасибо тебе. Куда ты идешь? Мстить? Когда я отомчу, мы встретимся снова. Господа, смотрите. 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 Хорошо, хорошо. Большое спасибо. Хорошо. Давай еще. 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 Показываю еще раз. Вот красная ткань. Обычная красная ткань. Как вы думаете, что я сейчас сделаю? Смотрите внимательно. Превосходно. Великолепно. Отлично. Я и подумать не мог, что возможно такое чудо. Я показала вам искусство, передающееся в нашей семье из поколения в поколение. Надеюсь, вам понравилось. Представление окончено. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо, брат. Спасибо. Большое спасибо. Отлично. Отлично. Вот уж не думал, что в этом мире существует такое великое умение. Чудесно. Сестренка, можешь научить меня, чтобы я мог заполучить в свои руки любую вещь. Сестренка, ты такая молодая и толстая, но очень милая. Научи меня, ладно? Прости. Это семейная тайна. Нельзя передавать посторонним. Если хочешь узнать, в следующий раз приходи пораньше. Сестренка, в мире нет такой вещи, которую нельзя было бы передать. Все зависит от цены. Я такой удивительный. Если ты захочешь меня учить, я могу все отдать тебе. Сумасшедший старик. Это умение меня кормит. Думаешь, я расскажу, кому попало? А для тебя? Что самое ценное? Если бы я попросила, ты отдал бы мне это? Что у меня самое важное? Сестренка, как ты можешь так просто спрашивать у меня о ценных вещах? Ладно, я отдам тебе мою любимую вещь. Ты чего? Когда-то одна девушка влюбилась в меня, я с ней не встретился. Она преследовала меня всю жизнь, чтобы... Разве это не самая важная вещь, что я отдал тебе? Ну ничего, просто научи меня. Подлец. Умер. Ты не можешь отказаться от своих слов. Чего тебе нужно? Когда ты начнешь учить меня? По нашей семейной традиции я не могу учить человека, пока он не женится на мне. Это мне невыгодно, но я очень хочу научиться. Сестренка, дай мне время подумать. Дать тебе время? Ты спятил? Ты старый и противный. Кто за тебя выйдет? Сумасшедший старик. Я не сумасшедший старик! Барик! Барышня! Дайте пройти. Барышня, посмотри в мои глаза. Что в них видите? У тебя больные глаза, что ли? Все время моргаешь. Советую тебе полечиться. С моими глазами все в порядке. Они говорят, я тебя люблю. И ты говоришь, что ты не больной? Сходи к знахарю. Это любовь. С первого взгляда. Я влюбился в тебя раз и навсегда. В этом мире не каждый мужчина имеет такую внешность. Только некоторые, как я, обладают внутренней красотой. Мой отец говорил, если человеку не важна внешность, и он полюбит меня, тогда я должна выйти за него замуж. Это... Что это такое? Муженек, я открою тебе секрет. На самом деле рыбок я ношу с собой. Вот почему я выгляжу толстой. На самом деле я обычная. Ты говоришь, что не умеешь превращать? Если бы умела, не давала бы представления. Наколдовать денег было бы неплохо. Но не волнуйся. У меня много денег. Достаточно для нашей свадьбы. Да ну! Тогда желаю тебе долгой и счастливой жизни. Муженек, куда же ты? Муженек, постой! Муженек, постой! Ты же обещал на мне жениться. Почему убегаешь? Я... Я просто пошутил. Как можно шутить с этим? Так не пойдет. Я уже полюбила тебя. Ты должен на мне жениться. С этим... могут возникнуть трудности. Тебя смущает, что я толстая? Честно говоря, я очень симпатичная. Я могу быть изящной. Это из-за... из-за нее. Кто она? Моя жена. Твоя жена? Дорогая, я знаю, что был неправ. Теперь я всегда буду рядом с тобой. Этот человек мастер боевых искусств. Лучше его не раздражать. Ладно же, ты обманщик. Я побью тебя. Это ты, сумасшедший старик. Ну и что? Послушай, не надо недооценивать стариков. Старик может превратиться в молодого. Что ты делаешь? Не убегай так быстро. Поиграй со мной. Барышни, вы тоже судите о человеке по наружности? Можете отойти от меня. Барышня! Барышня, подождите. Барышня, я очень голоден. Нет ли у вас какой-нибудь еды? Вот. Но я хочу мясо. Забудьте, я пойду в таверну. Здесь на 10 ли нет любви. На 10 ли? Та девица гонялась за мной так долго, я до смерти проголодался. Если вы голодны, я пожарю для вас бамбуковых побегов. Правда? Вот здорово. Вы человек или призрак? Я похожа на призрака? Как можно жить в подобном месте? А вы еще такая красивая. Я люблю холод. Если вам не нравится, можете уйти. Почему не нравится? Очень даже нравится. Почтенный, пожарьте сами. Я хочу спать. Барышня, вы очень странная. Есть кровать, но вы спите на веревке. Простите, но это интересно. Можете и меня научить. Вы уже спите? Если вы можете, я тоже могу. Простите, но вы любите. что вы делаете барышня здесь много мышей я ловлю их для вас здесь очень холодно откуда здесь мыши не волнуйтесь я уже их всех разогнал вы можете спокойно спать это это ваш кушак я слишком много съел на обед снял ради комфорта все в порядке ложитесь спать не волнуйтесь если придут мыши я прогоню их я сделаю это барышня умоляю вас научите меня спать на веревке я знаю что вы не в настроении давайте так все равно мы спали в одной пещере почему бы вам не сказать как вас зовут скажите мне ваше имя а я скажу вам мое разве это несправедливо зачем мне знать как вас зовут что вы за женщина вас не интересуют другие люди и вы не улыбаетесь вы не гуэр зачем мне улыбаться вам гуэр кто такой гуэр вы хорошо спали этой ночью вовсе нет я спал на веревке и упал барышня умоляю вас как мне спать на веревке и не падать а давайте я буду считать вас своей наставницей научите меня молчание знак согласия я пошел за веревкой у вас хорошо получается конечно как я могу упасть если есть с доска барышня когда вы научите меня спать на веревке и не падать это очень просто надо только очистить сердце и умереть желание сердце без желаний и пустая голова с пустой головой разве я не превращусь в монаха я очень люблю совать нос в чужие дела мне будет трудно не иметь желаний если вы хотите практиковать это искусство то первым шагом будет отказ от эмоций вы из школы древней гробницы линь чауин ваша основательный ци цю почтенный вы знали ее нет я слышал о ней тогда вы давайте не будем говорить об этом барышня в школе древней гробницы есть другие забавные боевые навыки разве они могут быть забавными конечно я вам сейчас покажу это школа тюанджин вы знаете отлично я правда не понимаю как ваши древние ограничения гробницы могла противостоять наши тюанджин если вы из школы древней гробницы разве вы не должны жить в гробнице а не в пещере кстати а кто такой гуэр я спрашиваю только потому что вы грустите из-за него он обидел вас если вы расскажете мне я за вас заступлюсь я джоу батун люблю постоять за людей ваше имя джоу батун да ой 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 вы узнали мое имя джоу батун ужас меня зовут сяо луню сяо луню какое милое имя будем считать что у нас ничья сяо луню ну расскажи мне ты не должна все держать в себе если не расскажешь то на душе у тебя будет скверно а если расскажешь то почувствуешь себя счастливой правда конечно я не обманываю скажи мне и возможно я помогу тебе не думай я просто расскажу я сделаю все возможное чтобы помочь тебе кто он такой гуэр мой ученик раньше я жила в гробнице он сбежал из школы тюанжен и пришел ко мне сначала я учила его боевым искусством потом мы полюбили друг друга почтенный можете мне сказать почему они не хотят чтобы мы были вместе ну в этом мире самое сложное это отношение между мужчиной и женщиной сяо луню лучше давай поговорим о боевых искусствах когда мы говорим о боевых искусствах я что это за место что такое я опять проспал сяо луню сяо луню сяо луню куда она подевалась так рано сяо луню сяо луню но почему почему они не хотят чтобы я и гуэр были вместе я скучаю по гуэру Очень скучаю. Тётушка, пойдём домой. Да. Мы пойдём домой. Жди меня. Гоэр, не уходи. Гоэр, подожди меня. Гоэр, подожди меня. Подожди. Гоэр. 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 Хозяин, там какая-то женщина. Какая красавица, барышня, барышня. Почему вы стоите на нашем пути, почему вы не позволяете нам быть вместе? Ты как скала, я как Лиана. Лиана гибкая, словно нить, скала несокрушима. Хозяин, похоже, она бредит. Мы не можем позволить ей умереть. Давай отвезем ее в долину. Хорошо. Хозяин, каково ее состояние? Очевидно, у нее был всплеск внутренней энергии, который повредил внутренние органы. Что же нам делать? Отец, отец, наконец-то ты вернулся. Тебя так долго не было, произошло что-то необычное? Да, в горах Цяньшань мы нашли снежную летучую мышь для лекарства. Замечательно. Кто она? По пути домой мы нашли ее на замерзшем озере и привезли сюда. Она серьезно пострадала? Ребенку здесь не место. Выйди. Да. Хозяин, проверьте ее дыхание. Кажется, оно стало слабее. Принеси снежную летучую мышь. Хозяин? Только так я могу сохранить ей жизнь. Но мы с таким трудом ее нашли. Молчи, сначала спасем ее. Скорей. Слушаюсь. Скорей. 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 Что это за место? Как я здесь оказалась? Эти цветы очень красивые. Барышня, осторожней. Барышня, это ядовитые цветы. Не трогайте их. А вы? Я Гун Суньджи, хозяин поместия безразличия. Это я спас вас и привез сюда. Спасибо за вашу доброту. Спасти жизнь человеку лучше, чем возвести семь пагод. Я всегда помогаю людям. Могу я спросить, как вас зовут? Я... Моя фамилия Лю. Барышня Лю? Барышня Лю, хоть ваше состояние улучшилось, вы не должны много ходить. Разрешите проводить вас в комнату, чтобы вы отдохнули. Барышня Лю, как вы себя чувствуете? Гораздо лучше. Господин, вы побледнели. Я в порядке. Отец, барышня Лю, поешьте. Это моя дочь Люе. Здравствуйте, барышня Люе. Хозяин поместья лечит мои раны. А барышня Люе принесла мне обед. Я чувствую себя неловко. Знаете, барышня Лю, в нашем поместье никогда не было гостей. Принимать такого особенного гостя нам только в радость. Приятного аппетита. Я пойду. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...